Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ее ключевых моментах. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. В Бресте прошел республиканский субботник. Трудовая акция по благоустройству территорий, городов и сел. Заработанные деньги будут направлены на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения. Вторая часть на реконструкцию памятников. В субботнике приняло участие порядка 400 тысяч человек. Новый дом для юных брещан. В областном центре на улице Колесника 3 открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом. Его ввод должен качественно повлиять на ситуацию с местами в детских садах. Литургический сон туристического бизнеса. Ирина Левчук искала ответ на вопрос, есть ли жизнь у этой отрасли экономики после пандемии. В эфире итоги недели мы начинаем. В Беларуси сегодня прошел республиканский субботник, а первый был проведен 102 года назад на заре советской власти. Сегодня, спустя более века, эта традиция в Беларуси не только не канула в прошлое, но и приобрела впечатляющий масштаб. В субботниках по всей стране ежегодно участвуют уже не тысячи, а сотни тысяч человек. Только в масштабах Брестской области, по предварительным данным, в рамках республиканской трудовой акции вышли на различные объекты порядка 400 тысяч человек. В самом городе определили 19 основных мест для наведения порядка. Наши съемочные группы побывали на объектах республиканского субботника в Бресте и подготовили отчет о проделанной работе. Первая локация, на которую приехала наша съемочная группа – строящийся медицинский комплекс по улице Маслова. Объект важный для города, а потому неудивительно, что именно он был выбран местом проведения республиканского субботника с участием специалистов Брестского облсполкома во главе с губернатором Юрием Шулейко. Внезапный апрельский дождь не помешал работе, зато впоследствии он поможет приняться саженцам. И это немаловажно, но фронт работ по всему городу был гораздо шире. Намечен очень большой фронт работы, это, конечно, благоустройство, это, конечно, наведение порядка в лесной полосе. Будут работать сегодня комсомол, помогать мэру для того, чтобы был чище город. Многие предприятия отрабатывают на своих рабочих местах. Мы сегодня работаем на одном из значимых объектов Брещины, это Брестский медицинский центр, который мы планируем сдать в этом году. И уже есть первые этапы по озеленению, которые мы сегодня во время субботника здесь наведем порядок, посадим соответствующие деревья. Те деньги, которые сегодня поступят от субботника, планируется направить частично на памятники половина, а остальное – это на последствия борьбы с ковидом. Медицинский центр в Заречной части города. Здесь под дождем работали участники трудовой акции. Выравнивали грунт под пешеходные дорожки. Высаживали кустарники, а также 22 дерева, хвойных и лиственных пород, чтобы будущим посетителям медицинского комплекса было приятно и комфортно здесь прогуляться. Далее генеральный директор организации подрядчика строительных работ Владимир Вобещевич провел для губернатора экскурсию по объекту, который включает три корпуса – женскую консультацию, а также поликлиники для взрослых и детей. Сегодня ведутся работы по отделочной, сантехнической, электротехнической работы. Практически все общестроительные работы закончены. По графику у нас конец 2022 года, вот объекта, но по поручению руководства области строительные монтажные работы мы должны закончить в этом году. Вся стоимость объекта 51 миллион рублей, с них строительные монтажные работы 35 миллионов рублей. На сегодняшний день готово на 70%. Это гинекологический так называемый корпус, консультативная поликлиника. Она быстрее вступит в строй, она уже завершается, строительные монтажные работы и поликлинические корпуса, которые мы должны по факту сдать в июне следующего года. Но сегодня мы сопределились с генеральным застройщиком, это область и строй, которые эти работы мы сдадим уже к концу этого года, тем самым мы удешевим сегодня стройку, а деньги сэкономлены, отправим частично на детскую больницу, на другие объекты здравоохранения. В это время на пересечении улиц Волгоградской и Октябрьской революции администрация Московского района проводит очередной этап благоустройства и озеленения будущей площадки для отдыха. В 2019 году жители микрорайона обратились с просьбой разбить сквер на этом месте. И сотрудники администрации взяли шество над участком. Уже сегодня на месте пустыря растут деревья и кустарники. В планах завершить укладку плитки и установить скамейки для отдыха. Мы сейчас продолжаем работу по благоустройству данного сквера, для того, чтобы его сделать уже уютным и комфортным для жителей микрорайона Ковалева. С нами сегодня работа, помимо администрации Московского района, принимает и экологическая служба города, и также много представителей молодежно-волонтерского отряда, который мы создали, исходя из учеников учебных заведений Московского района города Бест. Инициативой администрации Московского района в этом году, учитывая большие объемы по наведению порядка в городе, в районе, было создать молодежный волонтерский трудовой отряд. Задачей их будет по городу, практически совместно с нами, совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи, наводить порядок, подкрашивать несанкционированные граффити, срывать объявления несанкционированные, помогать убирать мусор вдоль рек поймы Муховец, лесопарковых зонах, зонах отдыха горожан. Создать себе место для отдыха и провести работы по благоустройству парковой зоны в рамках республиканского субботника выразили желание жителям многоквартирного дома на Богатанчука-119. Администрация Московского района поддержала доброе начинание. На подмогу выехала бригада предприятия «Коммунальник». Вместе с жильцами дома они убирали аварийные деревья и расчищали территорию. Может, такая сила нужна, чтобы эти бревна все сложить в определенные места, чтобы потом манипулятором забрать поваленные деревья. Ну, вот как бы это начало положено. То есть, это еще не один день, который мы, надеюсь, не один день, который мы отведем для благоустройства на этой территории, чтобы привести ее в надлежащий вид, чтобы в будущем можно было недалеко от дома выйти в места для кемпинга, где-то там с мангалом. Обустроить места для отдыха и убрать прилегающую к дому территорию совместными усилиями гораздо проще. Потрудиться на субботнике придется всего один день. А наслаждаться прогулками и отдыхом можно будет целый год. Совсем не по весеннему холодный день не помешал проведению республиканского субботника. И сейчас за моей спиной принимают участие в благоустройстве улицы Зубачева сотрудники Брестского горосполкома. Ровно в 9 утра они, сменив деловые костюмы на рабочую униформу, принялись за работу. Прокладывали инженерные коммуникации для установки стел, их именами названы улицы Бреста. В стране никто не оставался, все были заняты делом. А как иначе? Работы предстоит сделать много, чтобы в скором будущем здесь нашли место прописки 13 гранитных стел. 23-м бюстом добавлен еще один. Героя Беларуси Владимира Карвата. Работники горосполкома работают, на мой взгляд, на очень важном, политически, общественно, социально важном объекте. Мы реанимируем вот эту замечательную идею 71-го года, когда все брещане видели эту аллею. Их именами названы улицы Бреста. Масса вопросов было в горосполком, зачем демонтировали, когда вернете. Мы очень долго обсуждали локацию нового объекта, чтобы оно было логично. И, конечно, естественно, то, что были эти барельефы 71-го года, они уже немножко эстетические, да и физически устаревшие. Поэтому за счет субъектов хозяйствования города мы полностью все восстановили, приобрели им другой совершенно эстетический вид, подсветочка. Я думаю, что это будет тоже одним из таких, ну, хороших мест притяжения. И второй фактор – мы расширили возможность дооснащения этой аллеи, их именами названы улицы, другими фамилиями. Локация улиц Зубачева и героев обороны Брестской крепости, как и сама цитадель, приняла на себя массированный удар трудового десанта. Здесь наводили порядок десятки коллективов предприятий, сотрудники администрации, специалисты Брестской прокуратуры. Словом, все объединили усилия, чтобы сделать облик священного места еще чище и аккуратнее. Здесь же депутаты Брестского городского совета, разрушая стереотипа о том, что депутаты далеки от лопаты, активно озеленяли территорию. Весьма успешно помогали им работники локомотивного депо и сотрудники Беларусьнефти. В итоге зеленая площадка напротив заправки обзавелась молодыми липами и рябинами. Я признателен нашим и властям, ну и, конечно, трудовым коллективам, которые принимают участие в течение года, можно так сказать, практически воинские части, трудовые коллективы, учащиеся, студенты. Это чувствуется, это, наверное, очень важно для всех нас. Не просто приходить и смотреть на те объекты, посещать наши экспозиции, которых у нас уже достаточно много после реализации проекта союзного государства, но, конечно, поддерживать общий порядок. Работаем не только на наших рабочих местах, на наших предприятиях, в школах, но и также принимаем участие в общественных местах. Вот, например, здесь недалеко стоянка Белнефтехима, стоянка локомотивного депо. И всем будет людям приятно, которые проезжают или проходят пешком, что здесь такой появился небольшой зеленый уголок. Недалеко от православного храма сегодня трудились специалисты администрации Ленинского района. В строю были даже те, кто уходил в отпуск. Причина проста – каждый ленинец несет ответственность за чистоту и уют родного города. Фронт работ предстоял немалый, но все трудились душой и удовольствием. Проводим мы посадку деревьев, липы и ивы, также гребем листву, убираем прилегающую территорию. Также в Ленинском районе работает около 32 тысяч человек, различные трудовые коллективы. Жители приводят в порядок дворовые территории, гаражные кооперативы у себя на территории работают, также садовые товарищества. Не обошли вниманием и территории, относящиеся к категории зоны отдыха. Не ушли с радаров даже те, которые только начинают приобретать ухоженный вид, а именно парковый комплекс по улице Папанина. Его благоустройством занимались представители Следственного комитета, Департамента охраны, специалисты жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления. В этом году мы проводили здесь же городской субботник и занимались очисткой первой половины парка. На республиканском субботнике занимаемся уже второй, так сказать, почти до конца уже дошли, вырезали эту ненужную поросль, которая мешает, значит, складируем, вывозим ее отсюда, для последующего выгребания листву. Не стали стороне от республиканского субботника и студенты, проживающие в общежитии Брестского государственного университета имени Пушкина. Они активно включились в процесс. Студенты, работники общежития, преподавательский состав все вместе облагораживали территорию, высаживали деревья, убирали мусор. Ребята, наши студенты и сотрудники работают для улучшения материальной базы университета, для посадки растений, деревьев, чтобы облагородить здание общежития и здание университета. Причем работают в тех местах, где студенты учатся. Несколько факультетов работают на старом корпусе, несколько возле главного корпуса и вот многие студенты здесь возле общежития. Не пугались работы ни белорусские, ни иностранные студенты. Для каждого из них это отличная возможность сделать двор своего второго дома ухоженнее и чище. Хорошо же, когда делаешь хорошее дело, хорошую работу совместно. И вот мы сегодня высаживали деревья. Это вообще для человечества очень играет большую роль. Такие мероприятия, как субботник, очень важны, потому что ты это в первую очередь делаешь для себя, очищаешь территорию, всегда красиво, это и глазу приятно. В городе определили 19 основных мест для наведения порядка. Чтобы благоустроить такое количество точек, необходимо немало людей. Но, как надеются власти города, силы 6 тысяч человек, которые принимают участие в субботнике, должно хватить. Процесс благоустройства – это постоянный процесс. Более того, его нельзя даже к весеннему периоду только, если это круглогодичный процесс. Понятно, что с учетом весеннего фактора, фактора расцвета и вегетации, он более такой видимый. Я благодарен брещанам, которые, несмотря на не очень комфортную погоду, вышли убрать свой двор, вышли убрать территорию, прилегающую к их предприятию, учреждению. Откликнулись на наш призыв, что только вместе мы сделаем город лучше и ярче. Такие трудовые акции не только помогают сделать наш город чище и уютнее, но и объединяют людей. Сегодня в рамках республиканского субботника уборка проходит во всех частях города. Наша съемочная группа прибыла к одному из мест вблизи Камнецкого кольца. Сегодня здесь трудится около трех сотен ребят на благо нашего города и нашей страны. Это и молодежь из БРСМ, а также сегодня помогают им и военные. И правда, уборкой лесополосы вдоль улицы лейтенанта Рябцева сегодня заняты очень много людей. А значит, работа будет выполнена качественно и быстро. Задача, углубившись в лес на 50 метров, собрать, вывести весь мусор и выкорчевать сухой подлесок. Отличное настроение. У нас собралось очень много первичных организаций города Бреста. Около 250 человек собрали. Это студенты вузов, СУЗов, школ города Бреста. Бреста, первичные организации, учреждения и организации предприятий. У нас сегодня большой объем работы. Мы убираем лесополосу на Рябцево. Скажем так, действительно надо, чтобы эта лесополоса была в порядке, красивая, потому что где-то здесь останавливается молодежь, где-то приезжают гости. Это все-таки ворота в город Брест, я скажу так. И хочется, чтобы это все было чисто. Мы очень рады присутствовать сегодня на этом мероприятии, но это не единичный случай. Мы также стараемся побольше убираться и в школах, и во дворах у нас. Ну, то есть такие акции проводятся и также у нас в школе. Я считаю, что современная молодежь, дети и также взрослые не должны мусорить и тоже должны заботиться о своем городе. Все включены в работу бок о бок со школьниками и студентами, трудятся и брестские военнослужащие. 111-я гвардейская артиллерийская и 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригады. Мы, конечно же, со своей стороны не могли не откликнуться. И наши военнослужащие, наши 111-я гвардейская артиллерийская бригады, 38-я отдельная штурмовая десантная бригада, тоже сегодня здесь участвуют. Рады оказать помощь, оказать содействие в рамках взаимодействия с БРСМ. И тем более чистота и порядок в нашем городе – это немаловажная задача не только гражданского населения, но и военнослужащих. В этот день военные везде и всюду. С раннего утра на другой конец нашего города дислоцировались военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка. В этом году зона их ответственности – это лесополоса, прилегающая к территории Брестской областной больницы. Фронт работ определен в все предели. Им необходимо расчистить порядка 300 метров вдоль леса. Я считаю, что каждый гражданин, каждый патриот своей родины сегодня, в этот день, должен внести хоть маленькую, но частичку. Пусть это будет приусадебный какой-то участок, пусть это будет кусочек небольшой территории возле дома подъезда, но каждый вот этим маленьким трудом на сегодняшний день внесет огромный вклад в развитие страны и в чистоту любимого города. Работа кипит во всем городе. Большое внимание – памятникам, ведь они – наша культурно-историческая ценность. Сегодня отдельное внимание было уделено территории у мемориального захоронения лагеря госпиталя «Ревир». Он давно находится под патронажем областного объединения профсоюзов. Для них это место знаковое. Мы можем навести порядок не только на наших объектах, которые относятся непосредственно к профсоюзам, а у нас их несколько – это и Брест-турист, это у нас Белое озеро, ну и наше здание областного объединения профсоюзов. Но вместе с тем мы можем благоустроить и те места, которые для нас очень важны. Мы сохраняем нашу память, мы сохраняем те наши эмоции, то, что потом передадим нашим детям. В памятные даты мы всегда посещаем наше вот это памятное место, «Ревир». И мы всегда хотим, чтобы оно было очень красивым, очень благоустроенным. Ну, я думаю, это важно для наших детей, для нашего будущего. На самом деле, сегодня, куда ни глянь, задействованы абсолютно все организации. Навели порядок на своей территории и сотрудники спортивного комплекса «Виктория». «Республиканский субботник, все под ружье, решили немножко облагородить нашу территорию. Мы каждый год делаем то же самое практически, но сегодня в полном составе. У нас 100 человек работает, кто-то в здании находится, кто-то на улице. В основной работой сегодня закончить клумбы, облагородить для нашего города, для, скажем так, чтобы было красиво, уютно нам и нашим жителям». Апрельский субботник стал уже доброй традицией, и частичка труда брещан есть во многих объектах области. Работали в этот день все и вместе. Такой порыв объясним просто. Общее дело объединяет, а главное – результат коллективного труда налицо. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном. Брест прирастает новыми строительными объектами, которые делают город функциональнее, а нашу жизнь в нем удобнее. Новые жилые застройки, бизнес, торговые, медицинские центры, многофункциональные учреждения образования – лишь малая часть того, что появляется в городе над Бугом. Архитекторы, проектировщики и строители не упускают возможности внедрить и новые форматы. Так, в областном центре на улице Колесника 3 открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом, ввод которого должен качественно повлиять на ситуацию с местами в детских садах. Новое учреждение дошкольного образования рассчитано всего на 75 мест, 15 предназначены для детей ясельного возраста. Насколько необходимы городу такие объекты и будет ли этот опыт, использованный в дальнейшем, расскажет Ирина Левчук. Встроенный в жилой комплекс детский сад для Бреста – это первый объект подобного рода. Его строительство началось с задумки архитекторов и проектировщиков, а воплотилось в реальность благодаря строителям. Уже в процессе работ было видно, что этот детский сад будет отличаться от других, но при этом сохранит важные составляющие традиционного сада. Для завершения проекта строителям потребовалось 8 месяцев и 3 миллиона белорусских рублей. И вот, обживать уютное, но не совсем типичное учреждение пришли маленькие и смышленые мальчишки и девчонки. В год мы сдаем больше 30 домов. Каждый дом для нас особый, потому что у него живет от 80 до 200 человек в каждом доме живут. Каждый человек приходит в свой дом, в свою квартиру, для него радость. А мы сегодня приехали на объект, который первый в истории нашего предприятия, наверное, в истории города Бреста, области, но области уже не первый дом, мы построили такой дом. Это ответственный подход, руководство области, города, сделать на одной площадке уют, удобство для нашего будущего, для детей. Не скроем, в областном центре места в детских садиках не всегда хватает, что говорит об улучшении демографической ситуации. Город прирастает в жителях, а вместе с тем возрастает потребность до школьных учреждений шаговой доступности. Эти сады специфичны тем, что они очень удобны для микрорайонов. В дальнейшем, если даже спадает необходимость эксплуатации данных садов, их легко переводить в другие объекты непосредственно. Насколько сегодня удобно жителям этого дома, буквально 30 деток по лестнице спустятся в свой родной садик, свой двор и будут здесь воспитываться до определенного возраста. Такой же сад построен у нас и в Драгичине, именно встроен жилой дом. У него есть многие показатели экономии детского места, которое мы сегодня строим. На торжественном открытии первого строенного детского сада собралось немало почетных гостей. Но все-таки главными участниками церемонии стали, конечно, юные новоселы. Помимо традиционного перерезания красной ленты, председатель обл. полкома Юрий Шулейко вручил администрации ключи от нового автомобиля. С его помощью детям будут доставлять завтраки, обеды и ужины из соседнего учреждения дошкольного образования, коему и относится детский сад. Мы обсуждали этот проект долго, строить его с пищеблоком или без пищеблока. Но учитывая то, что рядом располагается дошкольное учреждение, которое было введено уже достаточно давно, 9 лет назад, и там есть хороший пищеблок, принято было решение этот детский сад строить без пищеблока. Но при условии, что здесь будет так называемое доготовочное помещение, оборудованное тоже современным оборудованием для обеспечения безопасности питания, а пища будет привозиться из рядом стоящего детского садика. Открытие состоялось, и значит самое время узнать, что же внутри. Здесь предусмотрена ресурсная комната, музыкальный зал, 4 просторных помещения для групп, которые смогут посещать 75 детей дошкольного и ясельного возраста. Особое оформление спальных мест и групп, удобное расположение игровых зон, блок служебно-бытовых и медицинских помещений, большие широкие окна, а также теплые полы в групповых помещениях. Для комфортного пребывания малышей в новом саду созданы все условия. А дети, проживающие в доме, в котором открыт филиал, уже определены в учреждение новостройку. А это 30 человек. Чем филиал интересен? Не начинают с нуля, работают на базе дошкольного учреждения 73-го. Педагоги, опыт работы тоже внедряется. Сразу же вы заметили выставки и все. Это 73-й детский сад. И педагоги будут тоже попеременно работать то в 73-м, то в данном филиале. Даже есть желающие семьи, где старший ребенок будет посещать 73-й, а в филиале будет находиться младший. Встроенный детский сад хорош не только внутри. Стреители позаботились и его уличной начинки. Собственный дворик с игровыми площадками, где каждая оборудована малыми архитектурными формами в соответствии с возрастом детей. Яркий инвентарь и много зеленых насаждений. Данное заведение детское очень красиво вписалось в застройку микрорайона. Мы провели здесь повышенное озеленение, посадили более взрослые деревья. Максимально сегодня оборудованы детские площадки. Сегодня здесь работает один из лучших сформированных коллективов педагогов для воспитания детей. И я думаю, что вот эта практика вместе при градостроительстве в Бресте и в других городах будет учтена. Есть необходимость или стационара, или строимого садика. Если учреждения такого типа зарекомендуют себя и оправдают целевое назначение, в будущем возможно строительство такого же встроенного детского сада в микрорайоне Вулька-2. И еще одна не менее актуальная тема. В преддверии тысячелетия интерес к нашему пограничному городу существенно вырос. Причем не только в масштабах групповых поездок и экскурсий. Чаще в областной центр стали приезжать индивидуальные туристы, которые ценят комфортное обслуживание, качественное питание, которым интересен Брест как место проведения выходных и каникул. Но в 2020 году случилась пандемия. И в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией туристические потоки в областной центр сократились практически в шесть раз. Сейчас туристический рынок находится в литургическом сне, и когда он из него выйдет, нам остается только догадываться. Но, как показывает исторический опыт, хоть индустрия путешествий в любой кризис впадает первой, она научилась быстро восстанавливаться после него. Так есть ли жизнь у туристического бизнеса после пандемии? Ирина Левчук искала ответ на этот сложный вопрос. Приграничный Брест всегда мог гордиться своими достопримечательностями, на которые приезжали посмотреть люди из разных стран. А к своему тысячелетию город преобразился до неузнаваемости. О Бресте узнали и заговорили многие. Город свою юбилейную дату расправил плечи во всю мощь – в 145 квадратных километров. Обновил свои транспортные артерии, помолодел новостройками, принарядился миллионом цветов. А сколько мероприятий прошло в 2019-м? Сколько гостей приехало в течение года? Не беремся подсчитывать. И у всех осталось неизгладимое впечатление от нашего Бреста. Конечно, все это делалось для нас, Брещан. Ведь такая дата, тысячелетия – повод особый. Но была и по-прежнему остается и другая причина – презентовать Брест как город высокой европейской культуры, самобытный и одновременно современный, с точки зрения туристической привлекательности. И о Бресте заговорили. Все планы нарушила пандемия. Случился коронавирус, и все изменилось. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество иностранных туристических потоков в город Брест сократилось практически в шесть раз. Это негативно сказалось на объектах размещения города Бреста. Количество иностранных туристов составило около 13 тысяч, что в сравнении с 2019 годом также упало на семь раз. Пандемия больно ударила по многим сферам деятельности, но больше всех досталось в сфере туристического бизнеса. В связи со сложившейся эпидемической ситуацией показатели развития туризма в 2020 году снизились в несколько раз. В 2019 количество иностранных туристов, проживающих в гостиницах города, составило более 75 тысяч человек, а в 2020 чуть меньше 13 тысяч. В 2019 году он был успешным для туристической области, для туристической сферы как Бреста, так и для нашего предприятия, что в 2019 году он стал таким рекламным для города Бреста. Посетили много количества туристов, которые приезжали к тысячелетию города. На 2020 год также было много бронирования, особенно на даты, характерные для Бреста. Это 9 мая, 22 июня, новогодние праздники. Но пандемия как в мировом туризме, как в туризме Бреста, так и наше предприятие внесла свои коррективы. Когда в Январе еще были туристы, то после января количество туристов снижалось. Можно сказать, что иностранных туристов не было вообще. Соответственно, и финансовое положение предприятия снижалось. Сейчас перед специалистами туристической отрасли стоит важная задача – подготовить город к приему туристов, а именно сделать его еще более комфортным и привлекательным. В данный момент разрабатывается система информационно-туристической навигации, а также ведется работа по разработке новых и актуализации уже имеющихся туристических маршрутов. Один из разрабатываемых проектов будет связывать форты Брестской крепости. Используя приложение «Велофорт», которое, как планируют организаторы, можно будет скачать на iPhone или Android уже этим летом, станет, возможно, поближе познакомиться с историей родного края, а именно фортов. Сейчас мы занимаемся непосредственно разработкой, то есть с компанией разработчиков, это ребята из Бреста как раз-таки. Ну, непосредственно сейчас работаем над этим приложением и надеемся, летом уже как бы первые посетители смогут по нему проехать. Для того, чтобы разработать это приложение, мы на самом деле получили грант Европейского союза в рамках программы «Польша, Украина, Беларусь». И мы, кроме того, что покажем пользователям нашей форты, мы покажем и те форты, которые оказались волею судьбы на территории Польши. То есть там у них тоже есть объекты, которые как бы непосредственно связаны с Брестской крепостью, некоторые из них тоже музеифицированы, вы можете посетить, там есть небольшие экспозиции, какие-то находятся в частных владениях, какие-то еще пока бесхозно, но тем не менее мы хотим про них тоже рассказать. Таким образом, мы выбрали пять основных объектов на территории Беларуси и пять ключевых объектов на территории Польши. Специалисты туристической отрасли грустно констатируют, что эта коронавирусная встряска оказалась в каком-то смысле полезна. Она дала возможность для развития внутреннего туризма. Но прежним показателям возвращаться надо. Потому у Министерства спорта и туризма Республики Беларусь прорабатывается вопрос о внесении изменений в закон о туризме. Данные изменения помогут защитить как турниру операторов и туристические фирмы, так и потребителей туристических услуг. В связи с ситуацией, которая произошла в 2020 году, многие клиенты не смогли воспользоваться своими туристическими услугами. Многие туристические фирмы на данный момент до сих пор находятся в долгах. При разработке данного закона Министерство спорта и туризма исследовало все многие мировые практики закон о туризме различных стран для того, чтобы перенять у них опыт, который, в принципе, необходим для внесения в наше законодательство. По прогнозам, туристическая отрасль при благоприятных условиях уже в этом году начнет восстанавливаться, а через несколько лет сможет вернуться к докоронавирусным показателям. Будем надеяться на лучшее. В Брестском государственном университете имени Пушкина уже стала доброй традицией встречать весну ярким фестивалем творчества «Студенческая весна». В ходе этого феста образца 2021 первокурсники несколько недель демонстрировали все свои таланты и участвовали в различных конкурсах, форумах, круглых столах. Отметим, что креатива и задора студентам не занимать, а потому подведение итогов «Студенческой весны» на галоконцерте получилось ярким и впечатляющим. Алена Миневич о зажигающихся звездах университета. Фестиваль студенческого творчества, он очень важен для студентов, потому что именно в такие вот периоды они могут себя проявить и проявить все свои творческие способности, показать, какие они креативные, инициативные. И надо сказать, что студенты Брестского университета имени Пушкина отлично умеют сочетать творчество и хорошую учебу. Действительно, студенты университета Пушкина – разносторонние личности. Они успевают все и вся, учеба на первом месте, но не менее важно для них задействовать и править себя, так сказать, показать со всех сторон. И это называется здоровый эгоизм. Республиканские международные учебные олимпиады, спортивные состязания, создание творческих проектов, участие в КВН. Они успешные вокалисты и танцоры. Желание молодых людей, поступив на первый курс университета, быстро влиться в жизнь студенческого сообщества. Тем более в университете есть много традиций. Традицией является фестиваль творчества студентов «Студенческая весна». Три недели назад мы открывали этот фестиваль, и на протяжении трех недель наши студенты участвовали в конкурсах, викторинах, концертных программах, спортивных состязаниях. И сегодня мы завершаем этот студенческий фестиваль. В течение трех недель фестиваля первокурсники проявили свои таланты и как итог лучшие выступили в программе галоконцерта. Для каждого участника это было волнительно, быть может тревожно, но эффект превосходит все ожидания. Мы социально-педагогический факультет, первый курс. У нас сегодня проходит артсессия. Это мероприятие, которое всех очень сильно сближает, потому что мы готовим номера заранее, знакомимся с разными факультетами. Также нам помогают старшекурсники, и это идет и нам на пользу, и им на пользу. То есть мы общаемся. И вот долгожданный момент. Награждение. Третье место присуждено филологическому факультету. Второе разделили социально-педагогический и физ. воспитание. А пальма первенства у физико-математического факультета. В этом конкурсе я участвую впервые, и я поступила на физмат. И, к счастью, наш факультет занял первое место. Я очень рада, что проводят такие конкурсы, потому что это сближает. Мы очень сильно подружились между собой. Факультет стал сплоченным. Я знаю, что и на других факультетах ребята очень сильно сдружились. Конечно, спасибо большое организаторам этого конкурса, потому что и нас поддерживали, нам говорили, как лучше, наставляли. Студенческая весна образца 2021 завершилась. Университет готовится к новым проектам. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова